Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами будем рассматривать подарки из моего скраб-адвента, ну или адвента для творческого человека. На протяжении практически всего декабря мы вместе с вами в моих сторис в инстаграме открывали по одному подарочку в день. И если вы не подписаны на меня в инстаграме, обязательно это сделайте. Ну а здесь на ютубе было видео о том, как я создавала адвент-календарь для своей подруги Юли. Также было видео с подарками за 15 дней. Все эти видео я ставлю вам в описании под видео. Ну а сегодня я хочу вам показать, что мне попалось в последних 15 днях, в 15 подарках в таком адвенте. Я, как вам и говорила, я уже не помню, в каком порядке это все шло. Я, представляете, даже сейчас нашла одну шоколадку. Но давайте напомню вам, что это был адвент от моей подруги Юли. И после того, как я сделала адвент-календарь для Юли, она, совсем не договариваясь со мной, также подарила мне адвент-календарь. Это было очень приятно, очень здорово, очень круто. Вообще не знаю, что говорить даже. Кошмар. У меня нет слов, представляете? И здесь у меня лежат 15 призов, 15 подарков, 15 скраб вкусняшек, которые я вот собирала на протяжении 15 дней. И вы знаете, когда ты один какой-то предмет открываешь в один день, тебе не кажется, что это такой какой-то приз или находка какая-то. Но когда ты видишь все это вместе, это очень здорово, очень круто. Ну и давайте начнем, наверное, рассматривать. Я хотела бы рассмотреть это все со штампиков. У меня здесь выпал один штампик от InMemStory. Очень полюбился мне этот бренд за свои штампики. В прошлом году, в прошлом, даже уже получается сейчас позапрошлом году, в новогодней скраб-елке мы использовали данные штампы. И до сих пор они у меня вызывают только радость. Тем более, когда с ними работаешь. Это очень крутые штампики. Также у меня здесь были и другие штампики. И мне кажется, здесь они, хотя не могу точно утверждать, в общем, это штампики от Скраб-клуба. Фотополимерный штамп. Хотя, по-моему, тоже самое, такой же. Да, из фотополимера. Это просто здесь у нас более такой зеленый штамп, а здесь белый. Здесь у меня новогодний штампик с Дедом Морозом. Северный полюс, 31 декабря. А здесь у меня вот такой вот фоновый штампик, очень крутой. Я давно хотела что-то подобное. Посмотрим потом, какой он в действии. Прям очень крутые штампики. Я рада. Я рада, что могу сейчас такие штампики добавить к себе в коллекцию. Дальше у меня здесь были очень много пуансетий. Я, Юля, мне кажется, прожужжала все уши про пуансетии. Очень хотела какие-то пуансетии в этом году. И мне кажется, у меня в этом году, как ни в каком любом году, у меня были пуансетии вообще разных производств, разных каких-то, в разных вообще исполнениях. И знаете, Юля мне сказала, что такие пуансетии немножечко скучноваты, и нужно будет с ними поработать. Ну, собственно, Юля мне для этого присылала снег. Кто не смотрел видео по первым 15 подаркам, обязательно это сделайте. Там мне попался хрустальный снег. И мне кажется, можно будет вот эти вот пуансетии припудрить, может быть, этим снегом, белыми какими-то красками можно затонировать. И получатся очень интересные цветочки. Здесь были вот такие большие, получается, цветы. И вот две маленьких. Юля даже сама делала белые пуансетии. По-моему, в прошлых 15 днях они мне попались. Также здесь мне попались цветочки. По-моему, это цветы вишни. И вот такие, не знаю, может быть, это розы, может быть, что-то такое. Интересные тоже цветочки. Я, знаете, тот человек, который все-таки использует еще такие цветочки. Я сейчас вижу очень много у скраперов, что каждый практически делает ручные цветы. Да, это очень круто, но такие цветочки мне тоже очень нравятся. Я в каких-то, допустим, открытках, композициях это создавать очень-очень здорово. Наслаивать какие-то размеры. Вот, к примеру, даже если составлять композицию, вот вам уже два цветочка двух размеров. Очень даже прикольно. Также у меня здесь была пудра для эмбосинга прозрачного цвета. Я, кстати, Юле подарила, вот ей, по-моему, тоже в последних днях, выпала пудра для эмбосинга голографичная. Вот она прям очень крутая. У меня здесь просто прозрачная, но ее можно будет наслоить на какой-то цвет вашего штампика. Получится тоже очень здорово. Также у меня здесь были братцы. Это у нас арт-узор, старые какие-то коллекции. Но у меня, знаете, не было такого. Что-то бирюзовое здесь очень прикольное. Дальше я хочу, кстати, отметить, что вот в последних днях было более такое новогоднее настроение. Вот я, по-моему, Юле такого не создавала. Вот именно каких-то новогодних предметов. Допустим, тканюшка новогодние, какие-то высечки. Но вот Юля позаботилась об этом. Также у меня здесь были, получается, высечки. Это фабрика декору. Тут прям много-много веточек. Синички. В общем, крутые высечки. Их можно будет использовать в любой какой-то зимней работе. Очень здорово. Дальше у меня также были высечки. Это Кози Форест. Это Скраб Мир. Тоже такая травяная коллекция. У меня лежит травяной альбом. Прям, я, знаете, в конце осени не успела его доделать. И вот будет как раз-таки стимул этим заняться. Дальше у меня было очень-очень много вот этой вырубки. Я вам в прошлом видео рассказывала, что прям очень хотела такой ножик. Но вот у меня теперь будет очень-очень много вырубки из такого, от такого ножичка. Очень крутая вырубка. Дальше мне здесь попалась коллекция Рождество. Я Юле тоже положила коллекцию такую, но размера 30 на 30. Тоже очень здоровская коллекция. Это Крафт Пейпа. И вместе с ними у меня лежали, по-моему, в следующих каких-то днях фишки данной коллекции. Очень-очень здорово. Дальше здесь из бумаги у меня была коллекция Botani Spring, фабрика декора. Тоже классная коллекция. У меня были от них высечки просто отдельно. Но вот эта вот коллекция мне прям говорит, что скоро весна, скоро у нас какие-то весенние будут проекты. И как раз вот эта коллекция будет как никогда кстати. Еще новинка такая. Юля мне разделила 12 листочков. Здесь было различных-различных вырезалок. Очень классная. Это мне она сказала, что это Summer Studio. Я никогда, если честно, с ними не работала. Вот будет круто попробовать. Здесь такие розочки, цветочки. Очень-очень много таких вот веточек тоже классных. Смотрите, еще розы. Они прям такие, знаете, вот эти прям акварельные. Если здесь более такие детально проработанные, то там были акварельные. Смотрите, какие бабочки. Дальше вот здесь прям настоящие розы. Мне прям нравятся такие садовые розы. Мне прям хочется почувствовать их аромат. Дальше у нас такое что-то более августовское. Какое-то тоже такое настроение летнее. Еще такие розы крутые. Дальше здесь осенние, смотрите, листочки, цветочки. Очень крутые. Оленята, желуди, тыковки. Ну и последнее. Здесь такие тоже гортензии. Летняя какая-то тема, настроение. В общем, клево. Будем вырезать. Это, знаете, прям для тех, кто обожает вырезать. Мне этим очень нравится заниматься. Дальше здесь у меня попались две тканюшки. Одна такая льняная. И вторая вообще очень клевая. Это вот что-то зимнее. Мне в прошлом году Юля тоже присылала тканюшку со снегирями. Вы наверняка видели. Я дневник из нее делала. И как раз-таки вот у нас здесь вторая тканюшка на следующий год. Также мне попалась, представляете, книжка. Там еще в тот день было такое послание про закрытые двери. Мы часто с Юлей об этом говорим. Нужно ли пытаться стучаться в закрытые двери. И вот как раз здесь комната старинных ключей. Как раз-таки может быть книга про наши какие-то разговоры. Ну и, наверное, так. У нас еще вот эта вот штучка осталась. Юля мне подарила кисточку. Силиконовую кисточку для того, чтобы наносить клей. Как я в стори сказала, некоторые, может быть, обиделись, что каждый уважающий себя скрапер должен иметь такую кисточку. У меня, представляете, до сих пор ее не было. Но это чисто была, правда, только шутка. Ну что ж, попробуем. На видео нужно будет красиво это все намазывать. Поэтому будем пробовать работать с нею на видео. Ну и, по-моему, последнее это был вот такой вот нож от AgiArt. Здесь у нас такой классный циферблат. Часы новогодние. Я, как говорила, если не хочется вот эту всю ажурность использовать, можно будет просто вырезать кружочек для себя. И использовать просто как часы. Очень клевый ножичек. Ну и вот все, что попалось мне за последние 15 дней. Ну и, наверное, в завершение хотелось появиться в видео лично. Хочу сказать огромное спасибо моей подруге Юле за такой неожиданный подарок. Он правда был неожиданным. Когда только в сторис я вам рассказала о том, что я отправила адвент своей подруге Юле, уже ко мне в тот момент ехал этот адвент. И когда я его получила, я испытала невероятные эмоции. Также хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто следил за нами в инстаграме. Да, Юля также целый месяц показывала в своих сторис свои подарки. Спасибо каждому из вас за то, что вы поддерживали нас изо дня в день. У нас, особенно у Юли, было очень много переживаний. Но благодаря вам, мне кажется, у нас все получилось. Напоминаю вам, что все ссылки на видео, которые я упомянула, я, конечно же, оставлю в описании под видео. А также вы сможете найти их подсказки где-то вот здесь. Ну а с вами была Ксюша. Увидимся уже в следующем видео. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова